Всем привет! Меня зовут Влада Никифорова, я венский искусствовед и аргит в Вене. И сегодня я покажу вам Хофбург. Это главная резиденция императоров Габсбургов в Австрии. Конечно, сейчас уже никаких императоров нет, осталась только резиденция. И в этой резиденции располагается канцелярия резидента Австрии, а также множество интересных музеев. Ставьте колокольчик, подписывайтесь, это мое первое видео, прошу поддержки. На данный момент в Вене проживают почти полтора миллиона человек. Теперь это столица Австрии, а не былой Австро-Венгрии. В лучшее время Австро-Венгрии в конце 19 века в Вене проживало 2 миллиона человек. А в самой империи ни много ни мало 56 миллионов человек. И правил этой огромной империей Франц-Йосеф. От былого прошлого имперской столицы в центре Вены остался Хофбург. Дворцовый комплекс, который считается наиболее крупным в Европе. В Хофбурге ни много ни мало 2700 апартаментов. Начинается все возле Альбертины и заканчивается на площади Хельденплац. Давайте скорее прогуляемся по Хофбургу. И начнем мы с императорского сада, который назывался Бурггартен. Прямо сейчас вы видите этот парк, где раньше гуляла только императорская семья. Теперь можем погулять и мы с вами, простые смертные. Перед вами роскошный дворец, в котором находится новая библиотека. А с правой стороны оранжерейный сад. Или Пальменхаус. Давайте с вами прогуляемся тайными двориками Хофбурга, где сейчас располагаются входы в различные канцелярии. Это швейцарский дворик. Раньше здесь стационировали гвардейцы, швейцарцы. Лучшая охрана Мария Терезия выписывала их для себя. В Хофбурге располагается несколько интереснейших музеев. Первым делом я бы пошла в сокровищницу. Там хранится копье судьбы. За этим копьем гонялся Гитлер, гонялся Наполеон. Последний раз его нашли в бункере Гитлера в Нюнберге. Это, конечно, вещь легендарная. По легенде, сотник пронзил в сторону Иисуса на кресте именно этим копьем. А это внутренний дворик Хофбурга. Самое сердце дворца. Здесь располагается рабочее место президента Австрии. Также музеи, которые можно посетить. Это императорские апартаменты. Там была раньше канцелярия Австро-Венгрии. И музей Сиси. Также здесь располагается серебряная палата. Все части Хофбурга были построены в разное время. Здесь нет какого-то ни было архитектурного единства, зато есть историческая целостность. Давайте скорее посмотрим Хельденплац. Площадь героев, где располагаются памятники героям Австрии. Это самая значительная большая площадь в Вене. Здесь планировался когда-то императорский форум, как в Риме, помните? Однако задумка осталась незаконченной, потому как началась Первая мировая война и было уже не до стройки. Перед вами огромнейший дворец, который строился частично для Франца Фердинанда, эрцгерцога Австрии, который должен был править после Франца Иосифа. Но его убили в Сараево, и это стало поводом для начала Первой мировой войны. Так что он не успел здесь пожить. С самого начала здесь были музеи. Это оружейная палата и библиотека. Ворота, которые вы видите перед собой, построены в начале XIX века для императора Франца, который воевал с Наполеоном. Памятники, которые можно здесь увидеть, это памятник эрцгерцогу Карлу Габсбургу, который впервые в истории победил самого Наполеона. Это было под Асперном. Люди поняли, что даже Наполеон не непобедим. Очень психологически важная победа. Также на площади расположен памятник принцу Евгению Савойскому, который освободил всю Вену во время турецкого нашествия 1683 года. В Вене реставрируется парламент, поэтому можно увидеть, что панорама немножко испорчена кранами, а также временными постройками. Здание перед вами фисташкового цвета с флагами. Это канцелярия президента Австрии. А слева здание поменьше – это представительство канцлера Австрии. Они работают рука об руку. Крыло, которое выступает немножко вперед, называется НОС, где флаги. Там также располагается ОБСЕ, ведь Вена на данный момент столица Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и ОПЕК. Не зря здесь проходит такое огромное количество международных переговоров. А вот и я. На площади героев обычно проходят различные городские гуляния. Например, Национальный день Австрии празднуется здесь, когда австрийцы пригоняют последние достижения военной техники, вертолеты. Здесь полевая кухня, ставят столы, разливают вино и пиво. А еще в Хофбурге проходят балы. Например, в феврале 150 балов в разных локациях по всей Вене. Если хочешь, выбирай, в Хофбурге самый красивый новогодний бал. Но в этом году ничего не состоялось из-за карантина. Давайте посмотрим еще площадь Архангела Михаила. Здесь вы видели церковь Архангела. А также здесь располагается парадный вход во дворец, который еще называют ворота Архангела Михаила. Построен этот вход был при Франции Иосифе, но еще по проектам 18 века. Интересно смотрится барочная архитектура, архитектура историзма и электромобили. Кстати, что означает Хофбург? Это дворцовая крепость. Хофдвор, Мург, крепость. При Хофбурге находится также конюшня. Прямо сейчас вы видите знаменитых лепецанцев. Это специальная императорская порода лошадей. Они красивые, породистые, белоснежные. Самое главное, они умеют танцевать. Выполняют уникальный конный балет. Являются национальным достоянием Австрии. Живут при дворце Хофбург, а также получают зарплату. У каждой лошади есть свой счет. Как же лошадь тратит свои капиталы? Когда она выходит на пенсию, ее содержат на те деньги, которые она заработала в течение жизни. Это конюшни лепецанцев. У них там есть помимо диетолога, также тренировка ежедневная и даже инфракрасная сауна. Мне кажется, это очень интересно. Сами конюшни были построены в эпоху Возрождения. Изначально здесь проживал Максимилиан, один из Габсбургов. Посмотрите, в окошечках повсюду виднеются лошадиные морды. Сама порода была выведена специально для Габсбургов. Скрестили испанских, арабских и берберских скакунов. А прямо сейчас можно увидеть площадь Иосифа. Здесь на коне сам император, сын Марии Терезии. И здесь же находится императорская библиотека. Это вот это красивое здание с выдающимся эркером. Наверху можно увидеть Афину Палладу, которая скачет на квадриге. А также два золотых шара. Справа и слева Гея, богиня земли, держит землю. А Атлант держит небесный свод. Здесь при дворце есть и церковь Августинер Кирхе, императорская церковь, где венчались все Габсбурги. Когда выходишь из дворца, можно наткнуться на ларек. Это знаменитый киоск, где подают самые вкусные венские сосиски. Берите Кеза Кренер, не ошибетесь, с расплавленным сыром внутри. Он находится прямо возле оперы. Мы сейчас забредем с вами за угол. Если вам понравились такие венские бродилки, напишите мне в комментариях. Я очень жду вашего фидбэка. Какие видео мне еще снять?